Здравствуйте! Это подкаст Центра славянских культур. С вами я, Елена Марченко. Сегодня хотелось бы рассказать о книге Белингова Данила Юкановича и Елены Буевич «Чернила и вино. Мастила и вино», вышедшей в Киеве в издательском доме Дмитрия Бурага. В июне прошлого года состоялась ее презентация в иностранке, что стало своего рода объединяющим мероприятием сразу для трех славянских культур – сербской, русской и украинской. Несколько слов об авторе. Данила Яканович, известный сербский поэт, родился в Подгорице в апреле 1956 года. Учился в Новесаде, живет и работает в Белграде. Возглавляет издательство «Грамматик». Перевел с русского на сербский дневник Михаила Булгакова под пятой. Поэт не был в Москве более сорока лет, и вот эта встреча состоялась. Сербскую поэзию в переводах на русский услышали многочисленные посетители иностранки. Мне помнится, как Данила на следующий день после презентации пришел к нам в Центр, подарил книги, а потом еще долго-долго сидел во внутреннем дворике иностранки, то ли осмысливая свое пребывание в Москве после столь долгой разлуки, то ли погружаясь в мир рифмы, слова, вдохновения. Порой во мне, во сне, в тумане, проснутся древние славяне. Лес дышит, аромат все гуще улип цветущих. И не вино сладодуха, а медовуха. И пчел страдания обозрима несутся мимо, блестит на них, не облетая, пыльца цветная. Мир удивительной поэзии Данилы Йокановича открылся нам благодаря переводам, принадлежащим Елене Буевич. Елена родилась в городе Смело Черкасской области. Окончила Черкасское музыкальное училище имени Гулака Артемовского и Московский литературный институт имени Горького. Живет в городе Черкасса. Состоит в Ассоциации украинских писателей, в Союзе писателей России и Российском отделении международного пэн-клуба «Русский пэн-центр». Работает журналистом, переводит поэзию с сербского и польского языков. Стихи публиковались в журналах и альманахах Украины, России, Белоруссии, Сербии. Предлагаю послушать поэзию Данила Йокановича на сербском и русском языках. Читает выпускница славянского отделения филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, эксперт и сооснователь онлайн-школы сербского языка «Сербионика» Наталья Стариковская. Срце Русије У мојим грудима велико је, велико срце куцало, све док ми једнога давног лета у Русији није остало. Нисам разумео по повратку с путовања, да ли то у мене нешто куце или само одзванје. Нисам ја тада могао ни слутити, нити знати, да ће моје срце уместо сата на Спаској куцати. Памтим и једну од купола над Кремљом, како се злати. Нека ми ју Москва чува, па кад дођем да ми је врати. У храму Хрста Спаса сад гори стотине свећа. Девојка, које још једну додеје, на тебе подсећа. Ни арбат, кађу, није каквим га мојо око памти. Нови век над ним тутни и бије над ним пламти. Ништа, баш ништа новым свејту каў пре није. Саму со мојем срцем, истам снагом бије. Срце Русије. Сердце России. Одно громадное сердце стучало в моей груди, пока не оставил однажды Россию је позади. Тем летом домой возвратился, не в силах понять одного, стучит моје сердце как прежде, или это эхо его. Не мог я тогда догадаться, что там и осталось оно, что вместо часов на Спаска стучать ему суждено. И как тогда золотился купол один в Кремле. Вернусь, и Москва мне, верю, вернёт его в том числе. А в храме Христа Спасителя сотни свечей горят. С тобою схожая девушка ещё одну ставит в ряд. Арбат, говорят, изменился, я видел его другим. Сейчас новый век ветвится, пылает, шумит над ним. Ништо не осталось прежним, изменчив и смысл, и вид. Но так же с Россией согласна, сердце моё стучит. Ружа Ружи, кое не мирише, не треба трне. На ню едва да се неко и осврне. Покушавај сам на латицама да запишем стих у ружи, кое не мирише. Покушавај сам да певам у ружама, и у трню у нами. Роза Вряд ли нужны шипы розе без аромата. Разве обороняться ей предстоит когда-то? Пробовал я писать на лепестковой ткани строки о розе, лишённой благоуханий. Думал воспеть я розу, но всякий раз пел о шипах у нас. КАД БИХ Акварель дождевых следы запечатлел на окнах среди улиц. А на втором листе всё те же окна, в них затеплились огни, что в сумерках проснулись. На третьем взмах руки у твоего лица. Прощание, акварель, картина небольшая. И шёпот, что шумы и звуки заглушая, по улице ведёт до самого конца. С этой и другими книгами Данилы Юкановича можно познакомиться в нашем Центре славянских культур. Приглашаю к прочтению и до скорой встречи!